Первые соревнования по рукопашному бою в Ленинском районе состоялись в 2009 году. Первое время участников было не больше полусотни. За пять лет статус турнира значительно вырос. Увеличилось число спортсменов, желающих побороться за кубок. И в этом году на популярные состязания приехали более 250 сильнейших бойцов Подмосковья. Показательными выступлениями спортсменов клуба «Десантник» открылись юбилейные соревнования по рукопашному бою. В этом году участниками районных состязаний стали бойцы из нескольких столичных клубов Ступино, Солнечногорска, Домодедово и других подмосковных городов. Мы рады, что к нам приехало столько городов, районов, что у нас 250 участников. Мы растем, точно так же, как рост в свое время и уровень соревнований по каратэ, по самбо. Кстати, на этот раз состязания впервые проходили во Дворце спорта «Видное». Такое решение было принято в прошлом году. И администрация района его поддержала, так как зала здравительного центра «Дельфин» в развилке уже не мог вместить всех желающих. Первый же бой открытого клубка Ленинского района 2014 принес победу спортсмену Видновского клуба. Давид занимается рукопашным боем с пяти лет. По словам тренера, юный боец никогда не сдается и не отступает. Я участвовал везде, у меня нигде не было первого места, только третий. И поэтому мне захотелось прийти на эти, выиграть первую из них. Свою первую серьезную победу Давид посвятил другому важному событию – 20-летию открытия секции рукопашного боя в «Десантнике». За прошедшее время в клубе выросло немало отличных спортсменов. Количество чемпионов России, я вам даже сказать не могу, я сам даже точно не помню, очень много. Мастеров спорта более 30, выращено один чемпион Европы, сборная России, люди дерутся, девушки, мальчики. Рукопашный бой в последние годы развивается все активнее. Ежегодно проводятся чемпионаты Кубок России, первенства России среди юниоров и юношей, международные всероссийские турниры. Приоритетной задачей является включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта. Очередным шагом в развитии этого спорта в Подмосковье стало получение аккредитации Федерации рукопашного боя Московской области. Это, безусловно, придаст новый толчок и импульс развитию рукопашного боя, Федерации рукопашного боя Московской области. Я думаю, что такие турниры стали более многочисленными и более частыми. В этот день бои шли одновременно на трех татами. Рукопашный марафон растянулся на 6,5 часов. По итогам всех соревнований главный кубок за командное золото уехал в Солнечногорск. Второй год подряд серебряными призерами стали видновчане и бронза у бойцов Домодедова.